Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя диета Огородника. Сейчас для тех, кто впервые начинает диету, или вообще, кто не придавал до этого этому значения, я расскажу, как правильно нужно взвешиваться. Потому что от взвешивания во время диеты зависит очень много. Во-первых, специалисты не рекомендуют взвешиваться чаще, чем один раз в неделю. Это лучше, потому что результат сразу увидите на лицо. У вас будет больше положительных эмоций. Если стрелка снизится, например, на 2 или на 3 кг, будет очень приятно, это будет дополнительный стимул. Но как взвешиваться? Весы обязательно должны стоять на твердой поверхности и в одном и том же месте. Вот у меня они стоят под кроватью в спальне, я выношу их сюда в кухню, чтобы не было ковра. На ковре обязательно показания будут неправильные, желательно ровную поверхность. Но если поверхности ровной у вас нет, устанавливайте на любую. Но только главное, что все следующие взвешивания у вас должны быть на этом же месте. И даже если будет погрешность на полкилограмма, вы узнаете самое главное. Какая разница между первым взвешиванием, вторым и третьим. Пусть даже у вас там будет вес неправильный, но разница будет точная, если весы будут стоять на одном и том же месте. Взвешиваться обязательно утром, обязательно натощак, но после посещения туалета. Вот сейчас в 7 утра я сходила в туалет, ничего еще не ела, не пила и встаю на весы. Но как на весы вставать я уже не буду показывать, но я встану конечно. Просто вы, сейчас я не смогу наверное точный вес показать, потому что надо стоять очень и очень ровно. Встаете на весы, ждете когда вот это вот промигает и зафиксируется. Вот, ну я сейчас, надо выпрямиться, я так не могу. Ай-яй-яй. Я правда во всем шерстяном обмундировании у нас пришел холод. Ой, все сбилось. Ну вот короче я встала на весу и вижу 101, 100 и 100 килограмм и 100 граммов. Все. Я начала с веса 107 килограммов и 300 граммов. Я вижу, что у меня уже хороший результат и на этой неделе я надеюсь, что стрелочки моих весов зайдут за отметку 100. То есть будет 99 с чем-то. Это очень хороший результат для меня. Ну и надеюсь, что то, что я задумала 20 килограммов, я этого добьюсь. Все, до свидания. Желаю вам тоже получить за эту зиму хорошие результаты. Вот как вес будет меньше 100 килограммов у меня, так я примусь делать гимнастику. Потому что больше 100 я не делаю. Ну, по своим причинам, потом объясню почему. Вес большой, опасно там делать некоторые упражнения. Сейчас меньше 100 буду, начну делать зарядку и можете ко мне присоединяться. Все, до свидания. Продолжение следует...